Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем о главных событиях округа к этому часу. Поправки в бюджет и дополнительная социальная поддержка. В Югре прошло заседание Думы. Василий Сысуев расскажет о законодательных новеллах. Во всем виноват циклон. Югру замело снегом. Долго ли продлятся снегопады и как с ними справляются города округа? Получила собаку мечты и оказалась на Первом канале. Добрая история Сургута. И обо всем подробнее прямо сейчас. Сегодня в Москве президент России Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию. В Маниже собрались более 500 представителей СМИ со всей России. Югру представляют 4 СМИ из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. Одной из ключевых тем встречи стала пандемия коронавируса, ее влияние на экономику и другие сферы развития страны. По словам президента, уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. При этом, по словам главы государства, рост реальных доходов населения к концу года, по прогнозам специалистов, составит 3,5%. Путин назвал одним из негативных последствий пандемии коронавируса снижение продолжительности жизни. Было 71,5%, а стало 71 год. Весь мир обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народное население страны, 146 миллионов для такой огромной территории совершенно недостаточно. И с экономической точки зрения, у нас же рабочих рук не хватает. Пресс-конференция продлилась 4 часа. По ходу мероприятия пресс-секретарь президента напомнил участникам о необходимости сменить маски. Журналисты, кстати, получили особенные средства защиты серебряным напылением. А на входе в само помещение всех входящих обрабатывали ионами серебра. Сегодня в Ханты-Мансийске прошло последнее в этом году заседание окружной думы. Парламентарии рассмотрели три десятка вопросов. Это поправки в бюджет, поддержка югорчан с детьми и льготы для бизнеса. Подробнее о новых законах расскажем в следующем сюжете. Один из ключевых вопросов последнего заседания – поправки в главный финансовый документ округа. Доходы бюджета вырастут почти на 14 миллиардов рублей, а дефицит сократится на 17 миллиардов. Таким образом, в этом году общие доходы округа составят 263 миллиарда рублей, а расходы – 283. Кроме того, депутаты приняли новые налоговые льготы. Для малых и средних предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, сохраняется ставка в 1% еще на год. Также парламентарии приняли базовые законы в отрезвителях. Они должны появиться в следующем году в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. И туда должны попадать те люди, которые находятся в состоянии либо алкогольного, либо наркотического, либо другого какого-то обвинения. И определять, кто туда попадет, будут доктора. То есть сначала человек, условно говоря, если он там пьяный, на улице заставляется полиции в лечебное учреждение, там проводят его осмотр. Если он не нуждается в медицинской помощи, тогда как раз его будут направлять в это специализированное учреждение. Также югорские парламентарии приняли ряд законов по социальной помощи югорским семьям. Один из них вводит в Югре новую меру поддержки при рождении первого ребенка. Есть одно условие – возраст родителей не должен превышать 35 лет. Это будет единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей. Ее смогут получить как матери, так и отцы детей. Еще один закон касается получения югорского семейного капитала. Было очень много вопросов в правительство, в Думу, к депутатам. Почему? Ну, допустим, мама является гражданкой России, папа не гражданин России. Или наоборот, папа гражданин России, мама не гражданка России. Но дети рождены в Югре. И вот сейчас принят закон, что югорский капитал как раз может выплачиваться таким семьям. Если один из родителей является, прежде всего отец, является россиянином и проживает на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, на заседании приняли дополнительные меры поддержки для предприятий, которые работают на Баженовской свете. Расширился список тех, на кого распространяется льгота по налогу на прибыль. В список вошли предприятия, которые занимаются изготовлением оборудования и технологий для извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти. Василий Сысуев, Юрий Гуриев, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. По территории Югры прошел мощный снежный циклон. Метеорологи фиксируют рекордное количество осадков в этом месяце. Именно они стали причиной заторов и аварий на дорогах и задержки рейсов в аэропортах округа. Так во многих муниципалитетах округа выпала половина месячной нормы осадков. В Кандинском районе зафиксировали 17 мм, в Белоярском районе 15 мм и почти 16 мм в Ханты-Мансийске. Как отмечают синоптики, в ближайшие два дня циклон сменит антициклон, снега будет меньше и в «Игру» придут морозы. В ближайшие два дня на смену циклона придет антициклон и интенсивность осадков ослабеет, а температура воздуха понизится. Ночью до минус 20-25 градусов, по северным районам до минус 28-33 градусов, днем до минус 12-17 градусов, по северным районам до минус 20-25 градусов. В Ханты-Мансийске месячная норма осадков для декабря составляет 36 мм. За прошедшие сутки выпало 16 мм, это 44% месячная норма. Как горожане с утра боролись с этой проблемой, расскажут мои коллеги. А снег не знал и падал, не знал, что может доставить столько проблем. Ханты-Мансийск за сутки буквально завалило снегом, осадки, кстати, не прекращаются. Сугробы на тротуарах растут с каждой минутой. Если пешеходы только с трудом волокут ноги, то водители столкнулись сразу с несколькими проблемами. Откопать машину от снега и вторая – выехать или заехать во двор. Здесь снежная каша просто захватывает автомобиль. Кроме того, водители маршруток могут беспрепятственно высадить или, наоборот, посадить пассажиров только на некоторых остановках. Подъезжают, да. Близко подъезжают, высаживают пассажиров. Сложности есть. Ну, это, как бы, видите, погода же валит снегом. А есть какие-то остановки, где уже привели в порядок их? Да, да. В центры. На дорогах сегодня очень тяжело, особенно тяжело в оградах. Я сегодня поехала пораньше в специальную водолечебницу и застряла в ограде. Реально просто села на пузо. И меня выдергивали, вытаскивали из машины. С машиной вместе на дорогу, чтобы я могла спокойно передвигаться. Сколько тяжело машину откопать от снега сегодня? Я ее кое-как нашла изначально во дворе. Вся была заметена. Но добрые люди, соседи помогли. Откопали, вытолкали. И вот я здесь. Можно, можно, можно. Сильнее. Газу, 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 газу ищу. Давайте, 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 давайте. Ходом, 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 ходом. Местами, чтобы пройти по центральным тротуарам, нужно иметь при себе лопаты. Вот таким образом. Или можно как-нибудь вот так. И потихонечку, потихонечку вперед на работу. В центре, видите, убрано. А вот здесь вот за углом уже нет тротуара. Очень ужасно. Я сама с поселка сегодня приехала, вообще не чистится. У нас там не чистится и здесь не чистится. Постоянечку. Чтобы добраться до подземного перехода, нам придется зайти в сугроб. Ну, надеюсь, видно, что он здесь совсем не маленький. Буквально по щиколотку. В сегодняшней ситуации снега навалило масса. Конечно, это не очень удобно, особенно нам, женщинам. Мы хотим красивые на каблучках ходить. А, к сожалению, такой возможности нет. В городе просто все тротуары нечищенные. Тяжело добирались. Очень тяжело. То есть по колено в сугробе, особенно Гагарина, биатлонный центр, там вообще... Ну, это уже, как сказать, даже не первая неделя, это вторая неделя. Будем надеяться, что осадки в скором времени прекратятся и весь этот, мягко говоря, форс-мажор закончится. А коммунальщики получат возможность всерьез заняться этой проблемой. Дмитрий Пришвицин, Виктория Редькина, Ильдар Муратов, Григорий Апанасюк, телерадиокомпания Югра, Ханты-Мансийск. Декабрь выдался снежным не только в окружном центре. Эксперты известного сайта объявлений посчитали, что уже в первые дни недели декабря в Югре вырос спрос на снегоходы. По сравнению с прошлым годом, желающих купить такую технику стало больше на четверть. Наш округ занимает четвертое место по доле спроса от общефедерального. Средняя цена снегохода с пробегом в Югре составляет 148 тысяч рублей. А в рейтинге самых востребованных марок первое место занимает «Буран», вторую строчку «Бомбардье», третье место за «Ямахой». Рост спроса на снегоходы с пробегом эксперты объясняют не только количеством осадков, но и развитием внутреннего туризма. Данный вид транспорта приобретают для личного пользования и для сдачи в аренду, организации развлечений и экскурсий. Снег и морозы не только подняли жителям России новогоднее настроение, но и стали источником заработка для специалистов, готовых расчистить снежные завалы. Из всех регионов России больше всего на осадках смогли заработать жители Санкт-Петербурга. Там количество предложений выросло в пять раз. На втором месте находится Нижний Новгород. В лидерах оказались также Сургут, Пермь и Ярославль. Так, в самом крупном городе Югры число объявлений с предложением убрать снег выросло в два с половиной раза. Ручная расчистка снега обойдется в среднем в 500 рублей. Услуги техники от полутора тысяч. Вывести осадки стоят от 1300 рублей. Югра с 2020 года включилась в реализацию нацпроекта «Производительность труда». Его участниками на сегодняшний день являются 23 югорских предприятия. Одно из которых – Нижневартовское производственное автотранспортное предприятие или ПАТП-1. В рамках реализации нацпроекта на предприятии оптимизировали участок сервиса по проведению технического обслуживания. Каковы результаты проделанной работы, расскажет Регина Гауфа. Это одно из старейших предприятий города, созданное еще в 1989 году. Сейчас автобусы с эмблемой ПТП-1 ездят по городским маршрутам, а также выполняют пригородные, междугородние и внутрирайонные перевозки. А в 2021 году предприятие приступило к реализации нацпроекта «Производительность труда». Правда, пока на небольшом участке, оптимизировав работу склада и цеха по проведению техобслуживания автобусов. Здесь же в цеху расположен стенд, на котором есть проект оптимизации проведения ТО-2 автобуса, на котором прописаны все мелочи, вплоть до сокращения перемещений при замене масла в ДВС. Как было, как стало. Это хорошо иллюстрирует масштабность проекта оптимизации. Он подразумевает правильную организацию рабочего места, порядок и чистоту, тщательное планирование работ, вплоть до продумывания маршрута передвижения по цеху. Все для того, чтобы не только повысить производительность труда, но и сделать его комфортнее для сотрудников. Инструменты нам приобрели, что там еще, подъемники вообще, спецодежду. Много-много изменений, все и не перечислишь. Комфортно стало работать, быстрее работать стали, запчасти стали лучше возить. Изменения коснулись и склада. Здесь не только обновились стеллажи, заменив старые деревянные полки на современные и удобные в использовании, но и внедрили новую систему работы. Главная ценность этого склада теперь это новая система хранения. Все разложено четко по стеллажам. И чтобы найти какую-то деталь или запчасть, искать долго не нужно. Достаточно посмотреть в базе данных на установленном компьютере, а после этого идти уже зная, какой стеллаж и какая полка тебе нужна. Кладовщик это святой человек на предприятии. Только она знает, где какая запчасть лежит. Если она ушла в отпуск, то ей она всегда на связи. Ей звонят и говорят, Люба, а где вот такая-то зачасть? Она рассказывает, пойдешь направо, залезешь под полку, там разводишь. Сейчас, пожалуйста. На компьютере сразу показывает место, подошел, взял. Проводя работу на небольшом участке нашего предприятия, мы добились определенных результатов, которые позволили уменьшить количество ремонтов, повысить их качество, снизить среднее время нахождения автобусов на техническом обслуживании и ремонте. А это обеспечит выход на линию надежных автобусов. В плане оптимизации других участков предприятия, моторного, кузовного и агрегатного цеха, оборотного склада, а также проведение тренингов по обучению основам бережливого производства. Регина Гауфа, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Корона Мисс Студенчество Фина Угрии 2021 улетела в Удмуртию. Накануне в Ханты-Мансийске подвели итоги международного конкурса. В нем приняли участие девять красавиц. В заключительный день они вышли на сцену концертно-театрального центра «Югра Классик». Совершили со зрителями виртуальное путешествие по Фина Угрии, продемонстрировали свои таланты, а также устроили дефиле в традиционных национальных костюмах и стилизованных вечерних платьях. В итоге самой талантливой и одаренной студенткой была признана Ксения Богданова. Будущий учитель английского и удмуртского языков представила театрализованную хореографическую постановку, которая показывает путь женщины от рождения до материнства. Это какой-то, не знаю, предел мечтаний. Да, эмоции просто зашкаливают. Все прошло настолько быстро. Я так хотела просто, не знаю, со всей душой гайфануть вот от этого концерта. Но все так прошло быстро, и ты даже не думал о том, что так, что-то у меня не так, что-то не так. Просто выходил на сцену и делал то, что ты, в принципе, приготовил. Напомню, «Югру» в этом году представляла Светлана Еприна. Студентка «Югу» исполнила в конкурсе талантов песню «Ханты-манси-ханты-ски орнаменты». Она получила звание «Мисс зрительских симпатий» и самую большую поддержку от поклонников. «Юграчане» на первом. Сургутская семья приняла участие в съемках телепередачи «Видели видео». На первом канале. Трогательный ролик о том, как 10-летней Ульяне дарят собаку ее мечты, набрал почти 7 миллионов просмотров. Пользователи социальной сети «Тикток» зацепила истории Сургута, и они оставили сотни тысяч добрых комментариев. Продюсеры передачи видели видео, которое собирает героев самых нашумевших роликов, связались с Ольгой, мамой Ульяны, и пригласили принять участие в программе. О том, как проходят съемки одной из самых рейтинговых передач российского телевидения, узнала Екатерина Нефедова. «А сейчас скажите мне, я сплю?» «Здравствуйте, Виса». Видео для семейного просмотра случайно попало в сеть и стало хитом у любителей животных. Его опубликовала Надежда Лебедева, директор школы Каюров, которой занимается главная героиня ролика Ульяна. Девочка учится управлять собачьей упряжкой и с первой же тренировки влюбилась в ездовую хаски. Подарок от ее родителей в виде щенка по имени Лиса стал билетом на Первый канал. Мне написали ватсап с Первого канала, с передачи видели видео, предложили поучаствовать, сказали, сможем ли мы приехать. Мы, конечно, согласились. Мы так прыгали до потолка, радовались. Ну, так неожиданно. И, собственно, видео простое, а вызвало такую бурю эмоций. Столько комментариев разных. Сегодня Ульяна, хаски Лиса и их мама Ольга приехали к нам из Сургута. Очень приятно, что вы до нас добрались. Ульяна, ну ты красотка. Вообще ты молодчина. Если впервые увидев собаку у себя дома, Ульяна расплакалась, то сейчас вспоминает этот момент с улыбкой. Я лежала, никому не мешала, там книжку читала. И мне говорят, Ульяна, иди сюда. И я иду, и смотрю, папа заходит с Лисой. И у меня такие эмоции появились, потому что я так ее хотела, так я в нее влюбилась, чтобы вот такие эмоции получились. По мнению Ульяны, именно искренность ее эмоций и вывела ролик в топ. Настолько, что его заметили и заинтересовались на Первом канале. Там оплатили все расходы на поездку сургутян. Даже Лисе купили билет и обеспечили питание и проживание. Нам приобрели билеты, все организовали полностью. Мы приезжаем, нас встретили, отвезли в гостиницу. И, собственно, все, съемки, передачи, все здорово, все организовано. Атмосфера творческая, атмосфера такая добрая, доброжелательная. Ведущий выходил к нам, ну, с нами разговаривал. Александр Смол, ведущий программы «Видели видео», особенно был впечатлен серьезным подходом сургутян к приобретению собаки. Мне очень нравится этот пример, вот того, как нужно брать собак в дом, как надо ответственно относиться к животным. И это потрясающе здорово. Так, семимесячная хаски-лиса не только изменила до неузнаваемости жизнь одной сургутской семьи, но и показала пример всей России, насколько серьезно нужно подходить к приобретению питомца. Екатерина Нефедова, Алексей Шахмаев, телерадио компания «Югра», Сургут. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Инстаграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанцией. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Субтитры создавал DimaTorzok